Я считаю, что волю этого народа надо ломать от колена. Другого выхода нет. На российских федеральных каналах продолжают прямо призывать к ударам по гражданскому населению Украины и уничтожению украинских городов. Причем россияне признают, что никакого военного смысла в уничтожении городов нет и призывают делать это исключительно в качестве такой акции устрашения, чтобы сломать волю украинцев. К примеру, пропагандист Александр Сытин в эфире НТВ заявил, что Россия должна для деморализации украинцев полностью разрушить Харьков. Почему я сторонник того, чтобы оказывать давление, выражусь политкорректно, на Харьков? Город имеет для украинцев большое значение. Ну, я не буду сравнивать там, допустим, Харьков и Одессу, но очень большое значение. Вы не имеете в виду сейчас военное значение, да? Да, и я имею в виду моральное значение. Обратите внимание, что они совершенно прямо и открыто говорят о том, что никакого военного смысла уничтожать Харьков нет, потому что этот город имеет для украинцев скорее не военное значение, а моральное значение, и именно поэтому они и призывают его уничтожить, чтобы деморализовать. Взятие или разрушение Харькова окажет, безусловно, тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Деморализующее. А я считаю, что волю этого народа надо ломать от колена. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись. Помните, два года назад, когда российское вторжение только начиналось, вся российская пропаганда рассказывала, что Харьков – это русский город. Там живут русскоязычные люди, которых Россия то ли спасает, то ли защищает, то ли освобождает. И посмотрите, что теперь. Они совершенно перестали стесняться, даже не пытаются уже представлять себя какими-то освободителями или защитниками, а прямым текстом говорят, что их цель – не кого-то защитить или спасти, или освободить от НАТО, как они говорили, а их цель – просто запугать, сломать украинцев. И для этого они открыто на своих государственных каналах призывают использовать откровенный террор. Потому что то, о чем он говорит, да, это террор, то есть уничтожение просто в качестве карательной акции с целью запугивания целого города, да, миллионника, промышленного центра, научного центра, культурного центра, уничтожение со всеми людьми, да, то есть без разбора, захват этих руин, да, это по сути действительно просто террор. Это делается для того, чтобы запугать, сломать, деморализовать целый украинский народ, в чем они открыто признаются. То есть никто уже больше не рассказывает, ой, Харьков – русский город, как мы его любим. Нет, они уже маски, как говорится, сорваны прямым текстом, они дают понять, что они и Харьков, и его население просто ненавидят, никого они там жалеть не собираются, вообще их не рассматривают как какую-то ценность. Это, кстати, очень показательно, да, вот это отношение, оно говорит нам о том, что россияне понимают, что это не их исторические территории, как там говорил Путин, да, это не их земля, это не их города, то есть это не их, это чужое, чужая территория, чужая земля, поэтому они относятся так безжалостно к этим городам, они готовы их уничтожать, равнять с землей, потому что для них, они понимают, что они пришли в чужую страну, там чужой народ, который им оказывает отчаянное сопротивление, вот чтобы его сломать, запугать, они призывают, значит, целые научные, культурные центры уничтожать. И то, что мы слышим, это на самом деле четко нам поясняет их отношение вообще к жителям Восточной Украины, и четко нам поясняет, почему они творят вот всю эту дичь и варварство на Донбассе, почему они так безжалостно, с такой жестокостью, да, с таким остервенением, уничтожают этот Донбасс, равняют его с землей, сносят, уничтожают целые города. Да потому что точно так же, да, их цель просто сломить украинцев, они это делают для того, чтобы запугать и деморализовать, а на население Донбасса, на то, что там живут какие-то люди, на интересы мирных жителей, да, на сохранность там городов, культурных памятников, им совершенно плевать, для них это не имеет вообще никакого значения, их цель террор, запугивание, цель сломить соседний народ и подчинить его себе, и опять же, в который раз повторяю, никто их не тянет за язык, да, мы же ничего не придумываем от себя, это только то, что они сами говорят на своих каналах, я просто это показываю, я просто это распространяю, и это важно распространять, это важно доносить до всех, чтобы во всем мире это видели, слышали эти признания, поэтому помогайте мне распространять эту информацию. Прямо сейчас оставьте лайк или комментарий к этому видео, чтобы оно получило больше охват и больше людей его посмотрело, и подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!